В пятницу 14 декабря в Пушкинской художественной школе прошел муниципальный конкурс под названием «Зорка. Одно лишь сердце». В этом году конкурс проходил по теме произведений Николая Носова. Он приурочен к юбилею 110 лет со дня рождения автора. Было принято 300 работ из 11 учреждений, и 161 работа вошли в выставку. Участвовали как художественные школы, так и любые общеобразовательные и любые учебные и культурные административные заведения. Из-за большого количества участников выставку пришлось даже перенести и открыть на неделю позже. Те номинации, которые заявлены в положении, они не всегда отражают тот объем, который представляется, и поэтому нам пришлось в этом году перенести именно выставку из-за огромного количества работ, из-за того, что мы их отбирали и, самое главное, оформляли, потому что все работы здесь, вы видите, представлены в паспарту и в рамах. Это очень колоссальный труд для своего педагогического коллектива, который это оформлял, развешивал. Конкурс проходил во второй раз. Впервые его провели в 2017 году. Темой стало произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Тогда перед зрителями разыграли сказку. Сегодня же зритель практически мог видеть писателя Николая Носова, который через временную вуаль читал отрывки своих произведений. Также показывались некоторые кусочки кинокартин, снятых по мотивам произведений автора. Ведь в жизни часто так случается, когда мы желаем сделать одно, делаем что-то совсем другое. Победителей конкурса награждали грамотами и вручали сладкие призы. Кроме того, директор единственной картинной галереи в Пушкино пообещал ребятам, что если они придумают необычные художественные сюжеты и воплотят их в своих картинах, передавая идею зрителю, то он с удовольствием разместит их в галерее. Вот я за то, чтобы вы каждый нашли свой подход в творчестве, или в живописи, или еще в каких-то видах творчестве. Самое удивительное, пожалуй, то, что конкурс является хорошей мотивацией для ребят, да и для преподавателей встретиться всем вместе. Показать, кто и что умеет, и по большому счету все творческие люди, лишь одна большая семья. Григорий Власов, Алексей Сухой, Пушкинское телевидение.